Музыка Здравствуйте! Сегодня мы на конкурс будем готовить торт. Он очень быстро готовится и очень легко и в тестовской посуде, не в духовке. Так, затем добавляем сахар. Так, теперь берем наш блендер, мини комбайн наш. Я его так очень люблю, потому что он практически выполняет все наши капризы на кухне. Теперь добавляем масло. Расмешиваем сметану. И добавляем немножко соды, ошеная нашим лимончиком. Так, чуть-чуть только, чтобы погасить. И добавляем марш. Так, и продолжаем размешивать. Вот, при этом размешиваем. Теперь вы можете добавить какао. Если вы делаете один корж, то вы можете немножко добавить какао. Вот, если не хотите, чтобы он был коричневый, вы просто сделаете так. А сейчас мы добавляем молоко, ой, муку. Очень быстро получается тесто. Ну, не густое такое, но среднее. Наше тесто добавили какао. И оно получилось коричневый цвет. И сейчас мы добавим немножечко для отмазки масла. Капельку одну. И возьмем вот щёточкой. Специально очень хорошо размазывается. На холодную. И выливаем наше тесто. Но получается немножко гуще, потому что какао добавили. Поставили на огонь. Закрыли. И первое, когда лёг, должен дойти до зелёного поля. Пока готовится у нас коржи, мы делаем заварной крем. Для этого нужно взять наш мини-комбайн. Одеть насадочку. Вот мини-цер называется он. Многофункциональный нож. Так, боже мой. Теперь мы берём 3 яйца. Сокон сахара. Так, размешиваем. Добавляем пол столовой ложечки муки. Ну, вот так примерно. Чуть-чуть. Так. Размешиваем. Получается, чтобы получилась отмазка. Крем очень нежный получается и вкусный. Если правильно убить. Крем. Так, а теперь добавляем пол заканчика молока. Молоко добавляем очень медленно. Желательно, да не может. Так, а так оно равномерно будет разночить. Не будет оседать наш мини-комбайн. Вкусный. Ну, в принципе, всё. Далим на огонь. И чтобы он загустел, надо постоянно помешивать. Огонь средний. Такой небольшой. Конечно, процедура не такая. Немножко длится, наверное, в каком плане. Пока не загустеет, потому что обязательно нужно помешивать. Он тогда равномерно, комочков не будет. И будет очень хорошо смешиваться с маслом. Дело в том, что, вот видите, вот уже загустел. Мы сейчас будем выключать. В цесарской не подгорает донышко, а в обычной подгорает. Вот. И выключаем. Всё. Так, вот этот крем мы ставим в холодное время. Практически уже стрелочка доходит до начала зелёного поля. И мы сейчас выключаем. Сейчас открываю. Так. Вот аккуратненько лопаткой подвигаем. И просто он очень легко, видите, переворачивается. 5 минут должно пройти без огня. Вот у нас корж приготовился. Мы снимаем. Прошло 5 минут. Белый корж готовится на лично-коричневом. Вот сейчас мы снимаем второй корж. Заварной крем остыл. Сейчас мы добавим масло. И будем масло смазывать коржи. Вот так кусочками наложим. Расставшее должно быть масло. Миксером. Насадочку надели. А теперь просто берём и вводим в тесто. Теперь мы добавляем немножко лимона. Сок лимона добавляем. Ну вот. Ну и у нас уже готов с маслом. Сейчас берём коржи. Вот один корж. Ложим сюда. Намазываем. Сейчас мы добавляем тёртый орех. Отжаренный на сковородочке в нашей мельнице цепторская. Вот так просто для того, чтобы для аромата, для вкуса. Тоже на 3 части делим. Трижка можно полстаканчика. Можно больше всё, как кто любит. Если любит многое. Так. А теперь самое важное. Это у нас шоколад тёртый. Вот тёртская тёрочка. Сейчас ложим второй корж. Это уже чёрный, который у нас. Вот так мы придавливаем немножечко, чтобы он лучше пропитался. И опять же самую процедуру. Налаживаем крем. Почти торт у нас готов. Сейчас мы украсим его дольками мандарины. Вот мы украсили наш тортик мандаринками. Теперь он готов. Конечно, обязательно должен постоять, чтобы он напитался. А потом поставить в холодное место. И тортик готов. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»